О них говорят вечный ребенок или неисправимый оптимист. Они как радиоведущие этой жизни делятся новостями, идеями и новинками и заряжают хорошим настроением на весь день. Кажется, что в жизни интуитивно-этических экстравертов нет места печали и грусти. И что они как конь Юлии всегда на позитиве. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Итак, пять признаков того, что ты гексли. Первый признак того, что ты гексли, я бы обозначила фразой «радиоведущий как стиль жизни». В силу своего экстравертного распыленного восприятия гексли часто разговаривают так. Что вижу, то пою. Экстравертная интуиция возможностей мало того, что бесконечно обращает внимание на множество объектов во внешнем мире, так еще и связывает это все в бесчисленное количество комбинаций. А что если так? А что если сяк? Получается на первый взгляд такой хаотичный, казалось бы, поток мыслей и смыслов, но связь там точно есть, поверьте. Такой идеальный брейнштормер, который накидывает, 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 накидывает смыслы, какой-то довыстрелит. Гексли очень тонко чувствующие личности. Даже ранимые, я бы сказала, хоть так и не скажешь на первый взгляд из-за вот этого вот внешнего кажущегося вечного оптимизма. Вроде как у них всегда все окей, классно. Гексли по природе своей уникальный персонаж, способный разглядеть что-то классное, крутое и светлое буквально в каждом человеке. Видение потенциала человеческого в том числе, пожалуй, одна из топовых суперсил Гексли. И это касается вот буквально чего угодно. Вот, к примеру, старая какая-нибудь тумбочка, выброшенная на помойку, Гексли увидит в ней прикольную классную подставку под светильник. Парочка не очень ловких, но творческих движений. И вот вчерашняя тумбочка уже превратилась в прикольный, необычный творческий светильник и украшает квартиру Гексли. С людьми примерно так же. Вот ты такой сидишь, унываешь, что нет тебе места в этом мире. Когда всем раздавали таланты, ты, видимо, проспал, сидишь, ты такой грустишь. И тут появляется Гексли и говорит, так вот же у тебя вот это вот как круто получается. А вот тут ты заметил, как классно ты справляешься. Так ты же просто вот в этом талант. В преддверии новогодних праздников мы выпустили подарочные боксы со скидками на все наши услуги. Отныне и до 7 января включительно ты можешь протипироваться со скидкой. Или купить консультацию по личному бренду. Или индивидуальное обучение соционике. В общем, переходи на наш сайт, ссылочку оставляю в описании. И выбирай свой подарочный бокс. Из-за скорости речи, а у Гексли она часто выше статистической, может создаться иллюзия, что Гексли поверхностные и не способны рассуждать на глубокие темы. Но стоит тебе пообщаться с Гексли чуточку подольше, ты понимаешь, что глубина там есть и еще какая глубина. Но из-за того, что у Гексли часто мысли бегут впереди слов, выразить эту глубину им бывает сложнее. Когда мысли приходят быстрее, чем ты успеваешь их озвучить, а еще хочется сказать и то, и то, и это, и вот это вроде тоже кажется важным. Потому Гексли часто всю глубину своих пониманий и осознаний об этом мире берутся выражать в творчестве. Кто-то рисует, кто-то пишет, кто-то делает мехенди, кто-то фотографирует, кто-то татуировщик, кто-то видеограф. В общем, любое творчество, которое способно сказать больше, чем слова. Сюда же фотография или даже кинематограф. К примеру, фильм старенький 85-го года, «Аэроплан» называется, «Уматовый» просто, кажется, что режиссировал его Гексли. Очень рекомендую посмотреть, чтобы поймать этот вайп интуитивно-возможностный. Гляньте обязательно, кто не смотрел, это прям топовая картина в своем жанре. Гексли, как мы уже выяснили, персонажи творческие. И это часто отражается на их внешности, одежде, образах. Но они реально часто выделяются из толпы, так как опираются не на актуальные тренды, а на свое внутреннее чутье. А чутье это подсказывает Гексли. Весь мир холст, а ты в нем художник. Твори. Твое тело холст, твое лицо холст, твоя одежда холст, тело твоей подруги тоже холст. Понятно, что весь этот творческий потенциал не очень-то согласуется с понятиями режима, распорядка и правил. Потому что либо весь мир холст, а ты в нем художник, либо весь мир закон и правила, а ты в нем нарушитель. Потому Гексли реально часто страдают от бюрократических и режимных моментов, от каких-то правил, которые кто-то придумал 100-500 миллионов лет назад, и с тех пор никто не додумался их как-то переосмыслить или актуализировать. Просто все по накатанной продолжают это что-то делать, потому что так надо. А что надо? Кому надо? Напомню, есть люди, которые эти правила придумали. Это раз. Есть люди, которые этим правилам с радостью, с огромным удовольствием следуют. Это два. А есть Гексли. И это круто, ведь именно за рамками случаются чудеса. Все, что вы видите, переплетается в симбиотическом танце, и неповторимость каждого из участников позволяет лесу расти. Но если хотите насладиться гением и сноровкой матушки природы, посмотрите на деревья. Видите промежутки между кронами? Этот феномен называется застенчивостью кроны. Кстати, о растениях. Есть такая лиана, называется Букила трехлистная. Она принимает форму любого растения. То есть она буквально имитирует листья любого растения, которое оплетает, мимикрируя под них. В чем-то это напоминает стиль общения Гексли и объясняет, почему им достаточно легко зачастую влиться в любую компанию. Когда ты разносторонний, многогранный, всех принимаешь в любых их проявлениях, и в принципе все мы дети божьи, найти общий язык с каждым не проблема. Пятый мой любимый признак Гексли – гекслячьи истории. Да, как утиные истории, только гекслячьи. Из-за своей открытости к миру, к людям, да и в принципе к новому опыту, Гексли чаще других попадают в ситуации из-за разряда «нарочно не придумаешь». У каждого уважающего себя Гексли есть в загашнике пара-тройка историй, которые, если на первый взгляд послушать, кажутся они какими-то вообще фантастическими. Именно потом, когда ты немножко лучше найдешь Гексли, в принципе твой кругозор значительно так расширяется, и ты перестаешь удивляться буквально каждому слову. Истории эти из разряда «поехали как-то я, мой лысый друг гей и парикмахер в Одессу». Тут уж Гексли лучше меня расскажут. Я лишь хотела добавить о глубоком парадоксе, который кроется в социотипе Гексли. Конфликт Гексли в том, что они готовы принимать разность всех и вся, в этом мире, а мир пока что не готов принимать Гексли такими, какие они есть. Гексли с легкостью впустит в свою жизнь лысого гея-парикмахера и даже глазом не поведет, в то время как мир, в свою очередь, с легкостью осудит Гексли за ободочек с ушками на голове. Короче, Гексли, вы крутые, никого не слушайте. И делитесь своими гекслячьими историями в комментариях, мы с радостью почитаем. Все, что ты услышал в этом ролике, не критерии определения социотипа, а лишь тенденции, которые я наблюдаю за уже достоверно протипированными Гексли. Записывайся на типирование по ссылочке в описании и до встречи в новых видео.